И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать на первый этап режима моей команды в F1 2020 за команду Поста и Росса. Ну и Австралия, в принципе, всегда начинает у нас сезон, кроме вот за последнее время сезона 2020 года. В последний раз она не начинала чемпионат в 2010 году, ну а в 2020 году она не начинала чемпионат уже по понятным причинам. Там уже были готовые болиды, все пилоты уже были готовы ехать гран-при, но, к сожалению, из-за этого долбаного вируса ничего у нас не произошло. В принципе, ничего не изменилось у нас, мы также сидим в нашем командном домике, я бы так бы сказал бы. Все такое же программное обеспечение, я бы так бы сказал бы. Ну а по обновлениям есть нововведения. Из-за того, что мы хорошо отвечали в интервью, у нас уже есть несколько прокачанных деталей. То есть, несколько маленьких обновлений у нас взято в разделе мотора. Из-за этого мы достаточно хороши по мотору, кстати, мы одни из лидеров, но, в принципе, все норм. Также в аэродинамике у нас взято несколько обновлений и мы там, кстати, не последние, это самое важное. Первый запуск мотора в Пустой Россо прошел прекрасно, я выехал на трассу и поехал выполнять программы. Выполнил, к сожалению, не все, заработал не все ресурсы, но в квалификации нас ожидал дождь. К сожалению, дождь, мы едем на промежуточных покрышках, показывают наш болид. Ну а дождь-то не самая моя сильная сторона, особенно в квалификациях. Те, кто помнит формулу Zero и Sports League, докажут. Ну и, в принципе, я чего ожидать, если, во-первых, машина... Машина вообще получилась какая-то очень нервная. Машина не могла нормально выйти из поворотов затяжных. В затяжных поворотах на разгонах ее просто срывало, и она могла просто зачем-то повернуть налево. Хотя я ехал как бы прямо. Просто колеса буксовать начинали, и все, я не мог ее отловить. А в дождь это вообще было очень и очень печально, из-за этого я не смог показать даже нормальное время. Ну, в принципе, под конец квала я исчерпал, кстати, два комплекта и три попытки сделал. Ну и вот как-то вот получилось, что я стал не последним, не последним. Скажу сразу, это обнадеживает. Я... Да, я как бы не последний, но нельзя забывать то, что у нас тут 22 пилота, значит, последней позицией является 22-я. А, да, кстати, я забыл сказать, что я сгорел с 107-х ботов, в том, какие они быстрые, поэтому начал резать каждый поворот. Вот точно, я это же забыл. Ну и вот, да, вы видели, как я прекрасно режу просто эту скоростную эску. Но, в принципе, после квалификации, как я и говорил в прошлом видео, я изменил ботов на 105-х и стало немного попроще. Ну и, в принципе, поинтересней. Я улучшил это время, причем достаточно сильно, на 70-х, но это меня вывело пока что всего лишь на 20-ю позицию. Ну а по окончанию квалификации я занял позицию под номером 21. Мой напарник Джордан Кинг тоже не прошел второй сегмент. Он занял 19-ю позицию. Также у нас не прошел Грожан, Живинация, ну и два Вильямса с нами. Ну и когда я вот открывал гонку, у нас все вот такие вот красивые титры, типа Australian Grand Prix, у нас, да, случился очередной камень в огород кодмастерцы, вот, да. Бог есть, как говорится, Иисус на месте. Ходят по воде, все дела. Ну, короче, ладно, трасса длиной 5303 метра, имеет 16 поворотов, 3 зоны ДРС. Очень интересная трасса, но мне нихрена не подходит, я по ней не понимаю, как ехать, тем более, наиграв всего лишь 3 часа в эту игру. Ладно, короче, кстати, графика, графика прям реально стала покруче, но из-за этого у меня почему-то начались просадки по FPS, причем адские. У меня уже настройки графики стоят низко-средние, я не понимаю, что происходит вообще. На катсценах вообще все мега печально, там сереньким подсвечивается FPS, может, кто разглядит, потому что, ну, я убрал такой огромный FPS на полэкрана от GeForce Experience, а поставил от Steam. Ну, нам показывают Джордана Кинга с его шлемом из Формулы 2 вроде. Да и, в принципе, что тут говорить, у нас Мерседесы на первом ряду, в принципе, ничего нового. Удивительно то, что, ну, в принципе, пока что фикса по характеристикам болидов не было, пока что они наполовину 2019 года характеристики, но все равно Феррари на втором ряду выглядит как-то, ну, забавно, я бы так бы сказал, когда еще и рейтинг-поинты даже не так хорошо едут. Вот это прям мега забавно выглядит. Нам комментаторы говорят про то, сможет ли наша команда удержаться на плаву, найдут ли они себе спонсоров и все дела, в принципе, субтитры, надеюсь, все умеют читать. Ну, а по полной стартовой решетке у нас первый Льюис Кэмильтон в дождевой квалификации занял он Пол, дальше у нас Вальтери Босос, дальше Алекс Албон, Шарли Клер, Себастьян Фетель Денри Кярдо, Карлос Сайнс, Стопанакон, Серхио Перес и Лондон Реза замыкает топ-десятку. На первом же этапе у нас Макс Верстаппин получает штраф за смену, наверное, каких-то элементов, 10 позиций, он стартовал четвертым, и я не знаю, почему я сказал, что Феррари на втором ряду, они были на третьем ряду в полном составе. Наша команда 19-21, в принципе, нормально, в принципе, для первого этапа нормально, да, сколько раз я сказал слово нормально. Короче, тактика у нас старт с медиума, дальше посмотрим, может я его смогу дотянуть до круга 17-го, 18-го и перейти на софт, но пока что стратегия выглядит как медиум-хард, немного поправил настройки, настройки я... Настраивал машину я как в F1-2019, сетап, в принципе, почти такой же. Короче, ладно, давайте отправляемся в первую гонку стартовать с новым ЕРС и на новом болиде. Гассно не стартует гран-при Австралии, просто отлично у меня старт получается за счет обгонного режима ЕРС, я сразу же вырываюсь уже на 19-ю позицию, пытаюсь где-то себе найти место и пройти 12-е игрожан, опять-таки, обогащенка, топливо тут совсем не тратится. Подрубаю обгонный режим ЕРС, а ЕРС расскажу, наверное, в отдельном видео, потом когда-нибудь, если оно, конечно, будет. Ныряю адски внутрь и выхожу уже сразу же на 16-ю строчку, передо мной Квят и Райканин ведут борьбу, пока что они, в принципе, по ощущениям отъехали достаточно далеко, не на дистанцию атаки, но из-за того, что они тормозят очень рано, я смогу сделать дайв-бомб, и я это делаю, совершаю обгон и выхожу уже на 15-ю строчку. Боевой первый сектор, в принципе, смотрим на повтор старта, где у нас Льюис Хэмилтон сохранил лидерство и поехал к своей победе, но Вальтери Боттс начинает борьбу с Алексом Албаном, а позади, только позади две Феррари. И то одна из Феррари борется с Рено, а Алекс Албан не отпускает у нас Вальтери Боттса, пытается навязать ему борьбу даже по внешней траектории, и он почти это смог сделать, он это сделал, но потом, конечно же, Мерседес когда-нибудь круга через два, он, конечно же, его обгонит. Ладно, пока что мы продолжаем наш первый круг где-то в конце пелотона на 15-й позиции из 22-х, как непривычно это, конечно же, выглядит. Ну и, в принципе, Дарайка не на мне одна секунда, и он отъезжает достаточно сильно и быстро, но, в принципе, неудивительно, потому что он на софте, я на медиуме также, позади меня Квят на медиуме, но, а прямо позади, на моем заднем крыле уже висит Кевин Магнусон, который на софте стартовал, и, конечно же, у него этот комплект умрет раньше, чем у меня, но на первых кругах он меня будет адски прессовать, а впереди меня пилоты будут адски отъезжать, учитывая то, что еще эта машина вообще не рулится, не поворачивает, не тормозит, не разгоняется, вот единственное, что мы можем, это подрубать обогащенную смесь напрямую и обгонный режим ЕРС, да. До десятого круга происходило ровным счетом ничего, я просто ехал Магнусон, держался у меня в зоне ДРС, но обогнать меня не мог. Но началась волна пидстопов, я почти выехал впереди Сайнса, но промахнулся с торможением и, к сожалению, упустил его вперед, в принципе, у него уже был пидстоп, смысл с ним бороться, ну, отсутствует. Также на следующем круге уже продолжается волна пидстопов, я выхожу на позицию под номером 12, обгоняю Ланда Норриса, почти обгоняю Макса Ферстаппина, думал, что я сейчас за счет лучшего выхода смогу это сделать, но у него ЕРСК полная, скорее всего, уже, да, плюс, скорее всего, обогащенную смесь тоже он подрубил, ну, и я ничего с ним сделать не смог. Ну, и на этом же круге я решил пустить перед зоной детекции Ланда Норриса, чтобы взять от него ДРСК, просто так подтянуться, потому что, ну, обогнать я его никак не смогу. Отпустился на 13-ю строчку, подади меня Квят, который тоже еще не заезжал, а я уже тут понимал, что я смогу доехать до софта, это я и сделал. Гасли и Райкинин, которые уже побывали на пидстопе, подъехали ко мне вплотную, а я только совершаю свой пидстоп, и да, вот я впервые в этой игре заезжаю на пид, поэтому миллиард подсказок около... Вообще на экране, на полукран, тут подсказка, включите ограничитель скорости. Ладно, у нас, кстати, комбинезоны выглядят прикольно, такие голубые с черным, ну, и, в принципе, пидстоп достаточно быстрый, 2,2, и насовсем мы сейчас будем атаковать по полной, и выезжаю я на 19-й позиции, к сожалению, только 19-й, когда потенциально я должен быть 15-м, Но у меня софт 11 кругов на то, чтобы выйти обратно на 15-ю позицию. На 19-м круге я уже догнал Кевина Магнусона, который ехал на 17-й позиции, и подрубив ДРС, обогащенку, обгонный режим ЕРС, я его смог пройти по внешней траектории, еще и учитывая более мягкий комплект, легко его объехал и вышел уже на 17-ю строчку. Передо мной не так уж и далеко Квят, которого я догнал уже на этом же круге, и на 20-м круге, используя все возможные режимы и ДРС, я его смог атаковать, да, между нами был очень большой разрыв, но, используя мега-дайв-бомб, я смог его пройти, ни один Квят в этом контакте не пострадал. Крыло у него, кстати, осталось нормальным, оно не сломалось. Ну и вот я подобрался к своей 15-й позиции, на которой я и должен быть, на 21-м круге, с Грожаном делаю то же самое, что и с Квятом, но он, в принципе, не оставляет мне места и правильно делает, только потом от меня отворачивает, из-за этого он меня даже выпихнул, но за счет мягкого комплекта я лучше смог разогнаться, даже на поребрике, и выйти на позицию под номером 15. Дальше у нас сходит Себастьян Феттель где-то впереди, и из-за этого появляется, да, выезжает или появляется, вот ровным счетом ничего. Просто я поднимаюсь на одну позицию, это уже 14-я позиция в нашем дебюте, и после этого у меня сдох софт где-то за 3 круга до конца. Ко мне подъехал Квят, даже в две десятки заехал, но ничего со мной сделать не смог, тупо из-за того, что негде, напрямую я быстро, а в поворотах, он пытался, он пытался в предпоследнем повороте меня пройти, но что-то как-то у него не задалось, и я все-таки финиширую на 14-й позиции в дебюте нашей команды, в дебюте, в принципе, в этой игре, и я считаю это хороший результат. Я даже поначалу, кстати, подъезжал к впереди идущему Райкенену и Гасли, но, к сожалению, ничего больше я сделать не смог. Благодаря моему гениальному компьютеру, вообще не понимаю, кстати, почему у меня именно в Австралии ничего не прогружалось, потому что, да, и, кстати, да, вот эти лаги, это не у вас лаги, это у меня лагало, вообще не понимаю почему. Также еще звук там, просто инсульт звука случился. Я не понимаю, я попытаюсь это максимально хорошо исправить, потому что, ну, это не дело, когда у тебя просто звук рваный, картинка в 10 фпс, это прям мега печально. Не знаю, это, скорее всего, зависит не от графики, это зависит что-то от каких-то процессов, может, в компьютере, не знаю, может, знающие люди напишут в комментариях. Ну, а пока мы смотрим на подиум, где у нас дубль Мерседеса, в принципе, ничего нового. Хевильтон побеждает, вторым приезжает Вальтери Боттас, ну, а третий Шарли Клер. Да, там еще, кстати, я заметил, что это реальное лицо Джеймса Эллисона, вроде Джеймса Эллисона, это, кстати, достаточно классно. Новые анимации на подиуме выглядят прикольно, но ничего более. По результатам гонки у нас Льюис Хэмилтон еще и забирает лучший круг и набирает 26 очков на этом этапе, Мерседес набирает, соответственно, 44. Я финиширую в 14-м, Джордан Кинг финиширует, очень плохо он финиширует, я даже не успел посмотреть, на какой позиции, и меня очень перекольнуло то, что мне показывали, что у меня, оказывается, два пидстопа. Кинг у нас финиширует в 20-м. Но, на самом деле, у меня всего лишь один пидстоп, я стартовал с медиума и перешел на софт, ну, а мне показывают, что у меня стратегия софт-медиум-софт. Прикольная игра, кстати. В личном зачете все по результатам первой же гонки, ну, а в кубе конструкторов у нас лидирует Мерседес с огромнейшим преимуществом до Редбула. Ну, и после гонки у нас, как обычно, интервью от Клэр, я пока что его покажу, ну, а потом, скорее всего, его видео не будет. В принципе, дефолтные вопросы, ничего особенного, как в прошлой формуле. Я ждал каких-то прикольненьких вопросов, типа, каково быть и менеджером, и пилотом после первой гонки, ваши ощущения от этого. Но, в принципе, ничего этого не было. Может быть, это будет в будущем, но хрен знает. Если это будет в будущем, я это 100% вставлю в ролик. Это прям 100%. Получил еще одну ачивку за то, что завершил первый этап в Май Тим. Ну, и дальше у нас повышение ранка пилотов. У меня остается первый уровень пилота, у Джордана Кинга он пятый, ну, а команда уже владеет вторым уровнем. Плюс 100 тысяч долларов мы получаем за этот этап, это достаточно прикольно, это классно. Никто из нас крыло не сломал, это потрясающе, потому что бабок у нас не спишут за это крыло. Ну, и мы переносимся обратно в штаб-квартиру нашей команды, где надо брать какие-то перки, обновления и кое-что вот из этого. Ну, пока что, скорее всего, обновления и именно ветки обновления мы брать не будем, потому что там достаточно большой процент на то, что деталь не приедет. Пока что мы подэкономим ресурсы, подэкономим деньги и сольем это куда-нибудь в другое место. У нас уже 19-го числа гоночный уикенд, сейчас 16-е уже. Я решил потратить наши вот эти вот, не знаю, свободное время я потратил на развитие отдела аэродинамики. Да, это минус 5000 долларов, но, в принципе, ладно. Сто у нас аэродинамика будет прокачана. Ей! Ладно, опять-таки смотрим на то, как у нас поливают машину водой. Ну, а износ силовой установки, кстати, не такой уж и большой. В прошлой формуле он был намного больше. Кстати, я не показал маркет пилотов. Вот он, он именно так выглядит. Когда-нибудь мы в свою команду возьмем какого-нибудь топового пилота. В пост-эр-ос будет выступать у нас Шарли Клер. Хм, может быть. Ладно, у нас, в принципе, еще классно я эту менюшку, изучал ее до конца. Соперенька у меня пока что все так и нету. Ну и я решил, что надо взять именно пирки для пилота для своего. Я это, кстати, достаточно долго искал. И это, оказывается, в разделе компания. Взял, кстати, еще одного спонсора для нашей команды. Долго я смотрел, какого бы спонсора нам взять. Решил взять, в принципе, опять-таки, не очень сложные цели. Проехать вроде 50 кругов на команду. Или нет. Короче, что-то из этого я взял в качестве спонсора. 50 кругов проезжается тупо двумя пилотами. Проезжается больше 50 кругов за гонку. Заключил, кстати, контраст с этим же спонсором. Вообще не помню, что было буквально несколько часов назад. Гениально. Ну и, в принципе, так же прокачал себе пирки самого пилота. А именно у нас увеличивается доход ресурсов на 10%. Это классно. Однозначно классно. Я не стал тратить деньги на то, чтобы открывать новые ответы в интервью. Да, может быть, вам это и понравилось бы. Но зачем? Просто это ненужная фигня. Просто слив денег в никуда. Также еще износ двигателя на 10% у нас будет уменьшаться. Это еще один перк я вкачал. Ну и репутация у нас тоже будет увеличена на 10%. Опять-таки, соперничество с напарником, все дела. Но это уже в следующем ролике. Дальше у нас Бакрейн. Это будет, не знаю, может завтра, может послезавтра. Не знаю, когда. Ну а на этом у меня точно все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.